Подведение итогов деятельности, особенно тогда, когда результаты достойные, всегда знаково и почетно. Это подтвердило очередное торжественное мероприятие. С приветственным словом к участникам встречи обратился губернатор региона Юрий Шулейко. По результатам года Брестский регион занял первое место в республике в вопросах территориальной обороны и был отмечен в целом в направлениях работы всей системы военных комиссариатов. Это основание стало поводом для того, чтобы поблагодарить всех работников ведомства за их ежедневный труд. Все мероприятия, которые сегодня проводит Министерство обороны, конечно, в составе Брестской области, районов Брестской области, сегодня получили достаточно высокую оценку в нашей стране. За такой плодотворный труд всего вашего коллектива вам вручается автомобиль для служебного пользования как награда, как девиз «Лучшее» для того, чтобы у нас на Брещене было все спокойно и в дальнейшем. Спасибо за работу. В торжественной обстановке губернатор передал военному комиссару области ключи от новой машины «Джили». Легковой автомобиль был особой необходимостью в работе ведомства. До этого в автопарке находилось всего две легковые машины, которые регулярно использовались как личным составом, так и гражданским персоналом для решения насущных вопросов. Автомобиль был освещен на безаварийную эксплуатацию, после чего военный комиссар Брестской области Олег Коновалов совершил небольшую поездку на новой машине, чтобы оценить ее качество и маневренность. Теперь рабочие командировки и перемещения по городу для сотрудников комиссариата будут более удобными и комфортными. Парк автомобилей в военных комиссариатах устаревает с годами. Самый свежий, скажем так, автомобиль у нас это 2006 года, это ему уже 15 лет. Ну и губернатор, зная положение дел в системе военных комиссариатов, принял решение, во-первых, в связи с высокими результатами по итогам года, ну и во-вторых, в связи с той ситуацией с автомобильной техникой, вручить военному комиссариату Брестской области новый автомобиль. В результате слаженного взаимодействия всех подразделений военного комиссариата, райисполкумов, местных органов власти получена эта оценка. К слову, совсем недавно в регионе завершилась призывная кампания. В ряды вооруженных сил было направлено около 2000 юношей, порядка 80% из которых останутся служить в родном регионе. Субтитры создавал DimaTorzok